И в игре, если брать весь турнир, в игре осталось 64 человека Мы играем сегодня до топ-54, напомню Да, у Леброньки в данный момент 6 миллионов фишей То есть Леня идет медленно, но верно, ко дну пока Но всегда может от него оттолкнуться и всплыть, чего мы ему и желаем Этот уровень начинается при блайндах 150-300 Он Т-300, насколько вы понимаете То есть 3 миллиона, это всего-навсего 10 блайндов Вот Константин Бучков сидит на первом боксе На втором Нет, на втором, потому что первый свободен, сейчас туда садит какой-то другой Нет, на первом он сидит в боксе, потому что на этот бокс никто, батрас, не садится Тут такое правило телевизионного стола, к сожалению Он сидит на первом боксе И вот, пожалуйста, нам список Мы смотрим чешский игрок Михал, наверное, Скленника Украинец Андрей Козленков Глеб Тремзин на четвертом боксе Виктория Шальнева, очевидно Просим прощения, только не очень понимаю Почему на пятом боксе Виктория Шальнева? Ну, сейчас разберемся Это не бокс, а это чипкаунт А, это чипкаунт, извините, бога ради Извините, бога ради Вот У нас Константин Бучков А вот, очевидно, Виктория, да? Да, очевидно Сложно перепутать Вот у нас СО решает, что валют 8 разные с ее стеком А он, напоминаю, равен примерно тридцати двум Ну, тридцати трём блайндам Двадцати трём, извините Она считает, что валют 8 нормально открыть Литовский Литовский игрок Витаутас Мил Бутас Ставит Ол-Ин Мил Бутас ставит Ол-Ин И Виктория сейчас расстанется, видимо С рукой валют 8 Пожалев, что она Или не пожалев, что она ее Попробовала Припод открыть, что называется И тут же припод закрыла Ну, по крайней мере, теперь у меня есть фаворит на этом столе Я знал, за кого болеть За кого? За прекрасную девушку За кого же еще? Ну, тут, да, тут, не, ну тут, как бы, я просто, извините, немножко опоздал Да, но, да, девушка, кстати, очень, очень симпатичная, так сказать Не знаю вообще ничего про нее Открыла валют 8 сейчас Разов, да Потому что он, ничего про нее не знаю Великолепно играет против игроков, скажем так, невысокого уровня То есть, здесь его такая житейская мудрость очень помогает Здесь помогает его знание И, ну, все-таки не будем забывать, что когда вот были вот, ну, вот эти российские поля Это же все-таки российское поле Да, здесь есть какие-то два там с какой-то склейничкой, непонятно откуда мы так и не знаем Из Чехии, видимо Из Чехии Вот, да, и, значит, есть вот этот вот английский дедушка Но в целом это российский турнир, да? А российские турниры в свое время Гостя выигрывал по пять в неделю То есть, он просто великолепно как Вот Шангрилу, он приходил как на работу в казино И просто каждый день там Дай в кассу, в кассу, в кассу, в кассу То есть, ну, понимаете Подожди, ну тогда, послушайте В этом поле у него намного больше перевес, конечно Поля, которые на ВСОПе, они, по-моему, даже в сравнение с нашими не идут Ну, просто они немножко другие Ну, на ВСОПе у Кости хороший результат Он был и рекордсменом по количеству попадания в деньги Он и браслет выиграл, когда не умел играть Я про то, что у него огромный стэк совершенно, чуть ли не... Ну, не стоит забывать, что стартовый стэк здесь миллион У него сейчас 35 стартовых стэков, я, конечно, извиняюсь Да, нет, у него огромный стэк, да, действительно Можно в блайндах всегда очень просто Если у человека на такой стадии турнира больше ста больших блайндов У него больше ста больших блайндов То это как бы очень много Примерно 150 Даже больше Мне сейчас 250 Ну, да, где-то 150 Ну, как вы видите, вот не стесняется Глеб Ну, даму 10, естественно, он открывает И вот, посмотрите, вот мы начали У него было, по-моему, миллионов 7 Он поставил 3 барреля с Аллыном на Ривере Вот, и, соответственно, спокойно, значит Я просто совсем далек от футбола Это, ну, групповая стадия началась в Лиге Чемпионов То есть, то есть, Спартак, видимо, играет завтра Зачем тебя интересует Спартак, скажи мне? Я болею за Спартак всю жизнь Сегодня второй раз уже скривился Павел Я не буду говорить, когда он скривился Я не одобрил ни первый раз Я не одобрил ни первый раз Я сейчас даже не кривился Я на тебя посмотрел С сожалением С таким Вся скорбь Не, не будем Да, не будем А то у нас Межклубная розня В комментариях и так далее Поболеем за российский клуб, за ЦСКА Параллельно за... Да, нет, ну я, по крайней мере Ну, я не такой болельщик, который есть Вот болельщики уникальные, на мой взгляд Которые реально вот настолько не любят другие команды Болельщики в разных турнирах болеют против... Нет, я никогда не болею против... Это совсем... Никогда не болею против даже... Даже Спартака Не болею против... Когда он выступает на международной арене Так а ты за какой роман ты болеешь, Паша? Чтоб просто я знал Эээ... Просто альтернатива мне не очень понятна Ф... ФЦБ А, за Барселону Нет, ну в России В России не болею ни за одну команду Болеть за Барселону? Никогда не болел Никогда не болел Нет, я болел за Барселону, когда ее обыгрывал ЦСКА В 92-м году Барселону все равно легко Вот ты поболеть за Аланию 50 выездов пробей, как я Нет, это понятно А потом... Да, я как раз хотел, кстати Я как раз хотел сказать Но опять же Испугался обвинений в каком-то Эээ... Националистическом подтексте Я хотел сказать Вот Батрас, наверное, болеет за Спартак Аланию Вот, но решил промолчать Ну, у меня 50 выездов, да, за команду Сейчас... Что такое выездов, журналист? Выездов... Ну, ладно Прости меня Вроде с точки зрения Северная сеть Ну, очевидно, что человек Человек творит какую-то Несусветную ересь Но это же ТиДжей Клутье И я пытаюсь Находить Какую-то логику Объяснение Управдания, да? Абсолютно абсурднейших действий Я вот сегодня... Тут какая-то интересная раздача, да? Да, довольно интересная Мне интересно, как будет играть Андрей Вот в такой ситуации С такой картой Видимо, через 3 бет Ну, 3 бет поставил уже Да, он играет 3 бет Ну, и... Вика ничего не может сделать Здесь совсем не заходит карта Вот попробовала украсть блайнды Но тут она, конечно... У таких... Эту раздачу она бы, наверное, не выиграла бы В любом случае Потому что не знаю, что она говорит Извините, что я перебиваю Но у меня нет интершума Нам не слышат, она очень тихо говорит Нам тоже не слышат Девятый, как-то так Крепкие были УЗИ Семейные Раз друг за другом вылетели О! Виктория, похоже, это точно не выкнет Да Полетела Ну, дайте что-нибудь, какой-нибудь там Туз 10, допустим Причем, кому угодно Король 10, это в пас Даму 5, это в пас Вот, допустим, можно призадумать А у него самого стека нет Ну, конечно, в пас Вот Вот Это кол, но это коинфлип, ты знаешь, так сказать Это радость, радость такая сомнительная А туз-то уже один Арестован А дама-то уже одна ушла Да, согласен Так что это даже не коинфлип никакой И главное, что мы знаем Что туз-дамы сегодня не выигрывают Против даже одного валета Да А против двух тем более Да О, шестерки у Константина Ну, он спокойно отправит их в пас, скорее всего Это пас Ой, как нервничает Виктория Сейчас я за нее буду болеть Поздно, у тебя уже есть фаворит Да, но он сейчас выбросил У Виктории есть Кому за нее болеть Пожалуйста Пожалуйста Да, ее, кстати, во время всех перерывов сопровождает молодой человек Ну, кстати, может быть и муж Потому что, по-моему, у нее Ну что, за кого болеть? Хотя Непонятно А у тебя что? Ну, мы-то за тебя болели Ну, вот именно Ну, чудесные глаза у Виктории Надеюсь, ее муж точно на меня не обиделся То есть очень Так Такое Доброе, доброе, хорошее лицо Так Вот Любят Открывать, как бы, такие флопы Нет Сейчас аутов Аутов появится Флэш-дро, да Аутов появится так вот прямо до правого плеча Оооо Как я понимаю Валет нам уже не годится Валет не годится Валет не годится Нам валета не нужен Но зато Зато дама Дама годится теперь Дам мало О, пойдет Да Удваивается Виктория Благодарит весь стол Особенно Александра Майстренко Ну, кстати, Александр остается совсем Да Он сыграл абсолютно стандартно Проиграл ключевой для себя Коинфлип Вот с таким количеством аутов, между прочим Да, жалко В том смысле жалко, что мы не то, что он, конечно, Виктория Ну, действительно очень Не знаю, конечно Приятное такое Ну, и приятное лицо И вообще Девушка Но Александр, кстати, очень неплохо играет Именно с большим стэком Очень так дозированно и грамотно Поддавливает стол Но с большим стэком, по крайней мере, в сегодня мы его уже не увидим В этом турнире Может, он раскрутится и завтра Виктория Что-то там по дороге выбросил король 10 Виктория А нам на какой минуте? На 50 Сравняли, да? Нет, мы сравняли А, мы сравняли А нам забили? А нам забили На какой минуте? На 50 А сейчас какая? Середина второго тайма идет Ой Туз король Туз король рейс Ну, кстати, вот против Ну, стандарты, наверное, все-таки кол Потому что, да, она играет достаточно тайтл Но туз 9 в позиции Рука достаточно перспективная Ну, и даму 8, да, она, наверное, доставляется Тут вариантов не очень много Ну, со стеком Глеба Надо доставлять Которую он, кстати, утроил на наших глазах, да? Итак, Вика про себя думает Лучше бы Аллында флопа поставил Сейчас эти Не попаду во флоп Дай туза, дай туза Дай короля, дай короля Сейчас флоп там 9 хай Нет, 9 хай уже не будет Ну, это неплохой флоп, кстати, для туз король Да, я бы на ее месте ставил ставку продолжения здесь Вряд ли кто-то пойдет валета изображать и воблефовывать ее Надо ставить, Вика, молодец, правильно Маловато она поставила, на мой взгляд Ну, страшненько выглядит Страшненько Да, ну Сработало Если бы мое открыли, то я, может быть, выиграл бы Глеб сказал, если бы мое открыли, то я, может быть, выиграл бы Ну, у меня не очень готовая рука Ты совсем не готовая? Не очень готовая Смешной диалог сейчас Илья не слышит Да, я не слышу никаких диалогов Да Такая не очень приятная Ну Слышат зрители Девушка оценивается в руку, называя ее Ну, у меня не очень готовая была рука Стол засмеялся Говорит, в смысле не очень То есть готовая, но не очень? Да, мы готовы, да Ну так, полуфабрикат такой у меня был Молодец С юмором Полуфабрикат, это хорошо Вот, тем более, видите? У нее это большой нормальный стэк уже У нее это большой нормальный стэк уже Ничего засовывать не собирается Кинг Конг Стэк просто так разлетается Вот, на самом деле, вот с этого ракурса видно, что локтем ей никак не достать этот стэк Ей очень неудобно по нему локтем фигачить Надо ребром ладонью только так Последняя раздача, похоже, играется Последняя раздача, а вы? Да, последняя раздача Все, давайте подводить итоги Сейчас посмотрим, закроют Викторию или не закроют Я не понял, в чем она поставила Алын? Не понятно Ну, последняя раздача, у нее две шестерки В смысле? Ну, 35 блайндов у нее Она, видно, забыла, что она только что выиграла И у нее уже приличный очень стэк Какой Алын? Вика, ты что, дорогая? Акстись Завтра так не играет Ну, надеюсь, вот этот молодой человек, который ее сопровождает постоянно Он, значит... Объясните, да? Да, что так не надо Вот эту раздачу он посмотрит Не будет на нас сердиться, что мы покритиковали Покритиковали его спутницу Зато это гарантированный пас Если Годзиллу не встретишь по дороге Да, я не понимаю, о чем думает Александр Ну, понятно, я понимаю, все 6-5 разномастные На этой руке вылетать из турнира по 5 тысяч Ну, у него просто большой блайнд еще Да, я понимаю, ну оставь себе 6 блайдов Ну, все бывает Завтра, может, крутанешься Ну, как бы... Ну, не надо А вдруг билеты куплены? Ну, какие билеты? Ну, брось Билеты, которые... Несколько тысяч долларов А Виктория говорит Боже, не надо колоть меня Сейчас какую-нибудь даму 10 не выбросишь Она-то не думает, что там рука, которая вообще никакого... Да А вообще так, да Мальчик тебе собирается подарить чуть-чуть фишек Да, ну, ну... Ну, Александр, ну ты что, дорогой Ну, одумайся Мы завтра посмотрим на татуировки 6 блайндов Это... 6, 6 блайндов Это... Да, лето это маленькая жизнь Тут на этом столе люди с двух блайндов Имели чип-лидерский стэк на троих Будучи, по-моему, на шестерых у него было 2 блайнда А на троих у него был чип-лидерский стэк Да, ну, он коллирует Это просто чудовищное действие Которое Александр... Вот... Но такое действие Он может... Он провел там совершенно нормальный, хороший турнир И вдруг вот как бы... Просто вот это усталость То есть вот он... Ну, вот это просто... Зато она не блочит никакие стриты ему Внимание Ну, ладно, это просто настолько чудовищно Да, конечно, чудовищно Даже не могу делать вид, что это можно Как-то вообще всерьез обман... Это просто вот... У человека есть какой-то вот... Это просто вот... Он взял сейчас пачку денег, как бы, да Вот... Шестерка у него червовая, все в порядке Вот, он взял просто пачку денег и просто бросил ее в камин Так... На... Так, гори, а ну а он идет. Пожалуйста, шулша-то он купил, между прочим. Да, ну это просто, ну, абсурд. Ну просто, да, ну подарил девушке. Вот это, может быть, на него повликнет. Ну там немного подарил, 2.7, ну что там. На такой абсурд у него 2.2 было. 2.7 он бы точно выкинул. 2.2, он решил, что у него останется миллион 800. И зачем переходить в следующий день с таким стеком? Все, Сергей подошел, сказал, что всех благодарим за игру. Завтра в 12 часов, дорогие друзья, мы вас ждем. Ну это он говорит игрокам. Вот, пакуйте, пожалуйста, фишечки. Вот такой у нас. А между тем, смотрите-ка.